Привет, друзья! С вами Miss Chestnut. Сегодня я расскажу вам свою авантюрную историю о том, как я попала в театр, влюбилась в него и осталась там. Рисовать при этом я буду у грюмого танцора. Это герой, которого я нарисовала для видео «7 шагов к созданию персонажа». Ну, если не видели, переходите по ссылочке где-то там наверху, ну и в описании, конечно же. А сейчас запасайтесь чайком с чем-нибудь вкусненьким или садитесь порисовать со мной и слушайте мою историю. Once Upon a Time, давным-давно, в одном украинском городе Донецке, когда я была совсем крошкой на третьем курсе художественного училища, находясь в процессе создания своей курсовой, я задачилась темой своего диплома на следующий год. Меня охватывала небольшая паника, ведь это было важное событие, и нужно было выбрать такую тему, с которой бы мне было интересно работать весь год. Но уж сильно мне не хотелось рисовать казаков и украиночек. Но это такая заезженная тема, и брали ее все, а я, как вы знаете, не люблю так, как все. Меня действительно это беспокоило и мучило непонимание, чего же я все-таки хочу. Но однажды, прогуливаясь по городу, я проходила мимо театра. И вдруг меня посетила мысль. Хм, интересно, а что там происходит за кулисами? Недолго думая, минуты две, я вошла в театр со стороны центрального входа, но пошла не к кассам направо, а свернула налево. Там была администрация или что-то типа того. Я постучала, мне открыли, и я произнесла то, что успела придумать за эти две минуты. Здравствуйте, я хотела бы поговорить с директором. А по какому вопросу? С недоумением сказала женщина. И дальше мой мозг сам воспроизвел фразу. Дело в том, что я учусь в художественном училище, и в следующем году у меня диплом. Мне интересна тема театра, и я хотела бы изучить его изнутри. Походить на репетиции, поделать наброски и так далее. В общем, сказала и сама себе удивилась. И что вы думаете, она ответила. Тогда вам нужно зайти со служебного входа и спросить художественного руководителя. Он-то тебе и поможет. С глазами полными счастья, ощущая вдохновение каждой клеточкой своего тела, я пошла в этот служебный волшебный вход. Там наткнулась на вахтера. Описала ситуацию, он позвал мне художественного руководителя. Далее я сказала все это ему. С каждым разом, как я повторяла то, что придумала буквально 10 минут назад, я становилась все увереннее. Хотя я очень волновалась. И мой уровень адреналина просто зашкаливал. Он все это выслушал и с легкостью произнес. Хорошо. Приходите завтра, мы вам выпишем пропуск. Вы не представляете, что творилось у меня в душе тогда. Мне казалось, это самый волшебный день в жизни. Это был такой приступ счастья. А больше всего вдохновляло, что это было спонтанное решение. И каждый мой шаг я расценивала как какой-то знак. И видимо, когда я делала первый шаг, я еще не успела осознать или испугаться. Но когда уже завела диалог, я поняла, что отступать уже поздно. И дальше закрутилась, завертелась. У меня появилось множество новых знакомых. И, конечно же, творческие идеи. Я ходила на все спектакли бесплатно, причем даже когда приезжали зарубежные артисты. Я видела таких актеров, как Виторган, Борис Молкин. Это дворецкий из «Моей прекрасной няни». Оскар Кучера, Олег Меньшиков и Александр Подкратов-Черный. Была за кулисами, делала фотки, зарисовки. И даже сделала выставку на тему театра у себя в училище. Я научилась экспериментировать и применять новые техники в живописи. Множество из них я изобрела сама. Я поняла, что творчеству нет границ. Но прошел год, и я поступила в Харьковскую художественную академию дизайна и искусств. Я переехала в Харьков, и все так же, болея театром, я узнала, что здесь очень много как больших, так и маленьких театров. Единственное, которое я точно знала, что это театр, это Хатоп. Но его просто невозможно не увидеть. Интернета у меня тогда не было, поэтому моими источниками информации были знакомые и журнал «Что, где, когда». И как-то раз я шла из академии, решила изучить город, порисовать городские наброски. Проходя мимо Хатопа, у меня вдруг промелькнула мысль «А может попробовать? Как тогда?». Я сразу зашла со служебного входа, описала ситуацию, что, мол, я из академии, для практики надо. Но ко мне никто не вышел. Мне предложили связаться с начальством по их внутреннему телефону. Так точно я не знаю, с кем я говорила. Но с той стороны провода я услышала. «Извините, но наши балерины будут против того, чтобы их рисовали». Я расстроилась и пошла к метро. Но не по центральной Сумской улице. Меня привлекли красивые домики, и я решила свернуть. Мне было грустно, но я любовалась красивыми видами и становилась как-то веселее. Ну вот, иду я, иду. И тут вижу надпись «Театр Берзили». «Служебный вход». Я остановилась и подумала. «Я знаю, что в Харькове много небольших театров». Так, может, это один из них? Со стороны служебного входа мне показалось, что это здание не такое уж и большое. Но я и подумала. «Эх, ладно, в этот раз точно должно повезти». «Две неудачи за день просто не может быть». Я зашла и по старой схеме спросила директора. Мне сказали, что директора сейчас нет, но через полчаса она придет. «Будете ждать?» Я подумала. «А че нет? Время есть». Мы общались с вактером, я рассказывала о себе. Он представлял меня разным актером, которые шли на свои репетиции. И тут зашел мужчина и спросил. «Вы ко мне?» А я знала, что директор театра женщина. Ну и сказала, то вроде нет. Тогда в очередной раз вактер представил меня, что я художник, что я пришла порисовать тут. И вдруг этот мужчина выдал следующую фразу. «О! Я как раз искал художника для своего нового спектакля. Может, это знак? Не хотите обсудить?» Это был Александр Ковшин, актер, режиссер. И по совместительству он преподавал сцен речь в Институте культуры. Но из-за своей занятости он проводит консультации в театре. Именно поэтому он сначала думал, что я его студентка-заочница. Но окончательно я решила, что возьмусь за это, когда узнала название. Это детский спектакль в эсэле «Пригоды Пифа» на основе французских комиксов. Вы не понимаете, это были мои любимые комиксы в детстве. Когда я училась в Бельгии, в протяжении пяти лет я ездила на стажировки, жила в бельгийской семье, ходила там в школу. И в той семье была огромнейшая коллекция комиксов. Это бесконечные книжные полки, сверху донизу забитые комиксом. И в том числе там были комиксы про этого Пифа. И как после этого не верить в чудеса, волшебство и знаки судьбы. И опять все закрутилось. Это было захватывающее безумие. Эскизы декораций, костюмов, разработка гримов, чертежи для столярного и бутафорского цехов. Постоянные репетиции, примерки, уточнения. Именно от Александра я узнала, что залог успешного спектакля это слаженная работа режиссера и художника. Они должны думать в одном векторе. Это было очень интересное, но и очень тяжелое время. Ведь вместе с тем у меня была учеба на дневном. Ответственный первый курс, когда ты должен создать о себе правильное впечатление. И первая безумная сессия, которая по датам совпала с выпуском спектакля и премьерой. Далее было еще много проектов. И в театральном институте, и в театральных студиях. Также свой магистрский диплом я посвятила театру. Но об этом в следующий раз. А вывод простой. Не бойтесь, друзья. Если появилась какая-то идея, словите эту волну вдохновения. Пока вы горите этой идеей, сразу же приступайте к ее исполнению. Просто иногда наши чересчур рациональные мысли берут верх над нашими эмоциями и чувствами. И могут задавить своим занудством, которое в свою очередь рождено от страха и всяческих предубеждений. Поэтому будьте смелее и идите вслед за вашими идеями. С вами была Мисс Чеснет. Если вам понравилась моя история, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И давайте творить и создавать вместе.